Казанский федеральный университет с семимильными шагами продолжает распространять свои разработки в нефтегазовой отрасли по всему миру. На этот раз исследования ученых приоритетного направления эко-нефть КФУМ будут применяться на одном из нефтяных месторождений в Амане. В Амане активно развивают добычу тяжелой нефти и для этого наиболее подходящим сегодня являются цеповые методы. Среди них активно в стране применяется воздействие паром, но сегодня, поскольку есть залежи, которые находятся достаточно глубоко, где технологии пара неприменимы, рассматриваются новые технологии, это внутрипластовое горение. И как раз с одной из компаний, Далил Петролиум, мы планируем проводить совместные исследования по применимости данной технологии на одном из крупнейших месторождений в Амане. Применение методов, разработанных учеными КФУ для развития месторождений тяжелой нефти, для Амана является достаточно важным вопросом. Нефть там очень тяжелая, вязкая и залегает достаточно глубоко. Мы планируем начать проект по тестированию внутрипластового горения. И вот эти первые тесты, они покажут, что нужно, то есть можно ли просто закачивать воздух, нужно ли добавлять определенные химические реагенты, такие как катализаторы. То есть это покажет первичное исследование, и дальше мы будем уже смотреть, что будет наиболее эффективно для данного месторождения. Но хочется отметить, что месторождение действительно является очень сложным, очень много проблем и нюансов, которые нужно учесть. Но если их удастся решить, то это откроет большие возможности для добычи. Применение катализаторов в нефтедобыче направление новое, но по исследованиям, которые ведутся в Казанском федеральном университете на протяжении нескольких лет, можно сделать вывод, что катализаторы действительно позволяют снизить вязкость и вести подземную переработку нефти внутри пласта, ускорять процесс окисления горения, таким образом повышая эффективность добычи нефти. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс.